Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов, перед нами необычный смартфон, потому что он стоит меньше чем 10 тысяч рублей и у него на борту 256 гигабайт встроенной памяти. Таких характеристик за такую цену не дает наверное ни один производитель. Очень хороший ценных за такую память, но посмотрим что тут по остальным характеристикам. Infinix в России относительно молодой бренд, не все еще успели распробовать. Но дело в том, что такими шагами раньше шла и Xiaomi, давая максимальное возможное количество характеристик за относительно небольшой прайс. Но есть ключевое отличие, я об этом не перестану говорить в каждом видео. Xiaomi постоянно пичкала в свои смартфоны и сейчас продолжает это делать рекламу. То есть ты открываешь приложение темы, всплывает реклама. Открываешь какое-то встроенное приложение, всплывает реклама. И уже столько лет прошло, сейчас Xiaomi уже крупный игрок, они продолжают пихать эту рекламу. В Infinix рекламы нет. Вот это наверное самое базовое отличие, то что мы покупаем смартфон недорогой ценовой категории и мы не видим рекламу, мы не видим навязанных сервисов. Немножко про дизайн. Дизайн у нас выполнен как бы в виде трех камер. Честно говоря, он очень напоминает iPhone 13 Pro Max. И даже камеры здесь выглядят больше. Про камеры я сделал отдельный тест, посмотрим вообще, что из себя представляет бюджетный смартфон, что вообще может дать нам эта камера. Сравним его с разными телефонами, но по дизайну смартфон не выглядит дешево. Дисплей у нас HD+, с разрешением, это IPS, но имеется 90 Гц. Немножко странноватое решение, потому что 90 Гц в этой ценовой категории, ну я не ожидал увидеть. Поставили 90 Гц, ну и окей. Ну, честно говоря, мой глаз какой-то разницы особо не видит. По мне, лучше ставьте либо авто, либо 60 Гц, потому что, ну а зачем эти 90 Гц нужны в столь недорогом смартфоне? По поводу памяти тоже не все так однозначно, потому что оперативной памяти здесь 4 ГБ. Людям взрослого поколения не нужна такая большая оперативная память. А вот постоянная память им нужна, потому что у них вообще-таки нет компьютеров, планшетов. Они пользуются единственным гаджетом, смартфоном. Они не хотят сильно дорогой смартфон, и в этом смартфоне у них много памяти. То есть все чаты с WhatsApp, Telegram, с других мессенджеров, они могут спокойно хранить на своем смартфоне, потому что люди не так часто меняют смартфоны. Поэтому за годы накапливается огромное количество фотографий из общих чатов, фотографий внуков, родственников, друзей. И им нужна память. А вот оперативная память уже не так нужна, потому что их сценарий использования смартфоном – это социальные сети, мессенджеры, просмотры видео, звонки. То есть они не играют в игры. Но фотографируют сейчас все. А что же может дать нам Infinix Smart 8 Pro? Знаете, я вышел уже в вечерний Кисловодск, это Кисловодское озеро. Фотографии получаются довольно-таки хорошего качества. То есть не скажешь, что смартфон стоит меньше 10 тысяч рублей. Это фотографии книги. Я вижу, что происходит размытие заднего фона. То есть кадры на самом деле получаются сочными и красочными. Как только вечереет, скажем, уже в темное время суток, понятное дело, что кадр получился довольно-таки неплохим. Но если мы посмотрим на асфальт, видим, что текстура уже не так круто видна. А вот на этом кадре светящейся луны вроде бы кадр хороший, но он не такой яркий, каким, наверное, мог бы быть. Но в целом провальных кадров я здесь не увидел. Поэтому фото возможности Infinix довольно-таки на хорошем уровне. Давайте посмотрим, как смартфон показывает видео. Съемка видео в Full HD 30 кадров в секунду. Понятно, что в этой ценовой категории крутых, дорогих модулей камер мы не увидим. Тем более, что я сейчас хожу. Конечно же, стабилизация. Тут у меня лестницы. Приехал в Кисловодский парк. Место называется Дамский каприз. Тут речка. И установили вот такую инсталляцию. Такая луна, которая ночью тоже загорается. Снимаем в формате Full HD 30 кадров в секунду. Посмотрим, как смартфон отрабатывает видео. Как у него со звуком. Вот по видео смартфон, конечно, отрабатывает свои 10 тысяч рублей. Потому что, что вы хотели за эти деньги. Но фото возможности лучше. И для разнообразия я решил сравнить видео, которое снимает Infinix с Poco M6 Pro. Конечно, снимаем мы в формате Full HD 30 кадров в секунду. Это максимально возможное значение для обоих смартфонов. Посмотрим на стабилизацию, звук. Потому что смартфоны из разных ценовых категорий. Интересно, тем не менее, есть ли разница. И происходит то, что я уже говорил. Довольно-таки простенький чип на Infinix не дает раскрыться возможностям модуля камеры. Поэтому стабилизация на Poco была лучше. Почему так происходит? Дело в том, что здесь установлен Mediatek G36. Это на самом деле не самый крутой чип. Потому что здесь он в Antutu выбивает 150 тысяч баллов. Это 12-нанометровый техпроцесс. У него 8 ядер. Но все ядра это Cortex-A53. Поэтому здесь нет такой мощной производительности. И вот как раз-таки камера. Довольно неплохая сам модуль камеры. Но из-за того, что чип не может вытягивать такое крутое видео. Поэтому мы видим, что по видео смартфон мог бы быть, наверное, еще лучше. Но чип не позволяет раскрыться этой камере. А вот что было для меня удивлением, так это качество фото. Потому что на этих конкретных кадрах фотографии не отличить. И даже чем-то смарт 8 Pro мне показалось интересным. Если вам нужны эти кадры, я могу их без обработки, без сжатия закинуть в облако. И вы можете сами эти фотографии сравнить. Но Infinix показал довольно-таки неплохие кадры со смартфоном, который стоит в два раза дороже. Снимаем мы на селфи камеру 1080p. И давайте покажу, что за моей спиной обои на самом деле серые. А смартфон показывает белые обои, потому что пересвечивает. Очень сложное условие освещения, потому что вот здесь только лампочка. Естественное дома, искусственное освещение. Это для любого смартфона не самое лучшее освещение. Вопрос в том, что на этом смартфоне никто не будет записывать какой-то контент или вести блог. Потому что селфи камера откровенно слабая. Естественно, еще процессор такой же слабый. Если вы хотите купить, чтобы у вас смартфон был с хорошей камерой, можете купить какой-нибудь бушный iPhone XS. Но насколько он проработает, это, конечно, большой вопрос. То, что однозначно там плохо, это батарея. Наверное, iPhone XS будет жить в три раза меньше, чем этот смартфон. Это если вы хороший экземпляр найдете. Потому что это старый телефон, и там непонятно вообще, что с комплектующими, батарейка убитая. В этом смартфоне мы покупаем телефон новый, с гарантией, и мы получаем очень хорошую автономность. Вот именно из-за этого этот телефон можно покупать. Потому что Infinix, понятно дело, в смартфоне за 10 тысяч рублей крутой камеры мы не будем вас ждать. А фото-видео-возможность этого смартфона для своей цены довольно-таки неплохие. Немножко отойдем от темы смартфонов. Сейчас YouTube замедляют. Я хотел бы просто напомнить, что все наши видео выходят на Яндекс.Дм, ВК-Видео, Рутюбе. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там у нас очень мало участников, но это та сеть, где я чаще всего появляюсь. Отвечу на ваши все комментарии, потому что, опять-таки, сейчас у некоторых людей есть проблемы с доступом YouTube. Дизайнер Fenix Smart 8 Pro такой же, как и у всех остальных среднебюджетных смартфонов. То есть, на первый взгляд, никогда не скажешь, что этот телефон стоит, скажем, дешевле, чем его конкуренты, которые стоят в 2,5 раза дороже. Давайте немножко про комплект поставки. Smart 8 Pro поставляется с блоком зарядки. Это не как Samsung, скажем, A-серии даже, они без этого блока. USB-A, USB-C, какая-то макулатура. Значит, что на самом телефоне приклеено? Здесь у нас пленка, ее хорошо видно, пленка хорошего качества, хорошо приклеена. Чехла в комплекте нет. Вот такой чехол мы купили на Marketplace, рублей за 150. В общем, проблему решили. Самой классной фишкой оболочки Infinix является то, что смартфон позволяет записывать все разговоры. То, что Google сейчас пресекает, в Infinix смогли реализовать. У них своя звонилка, сообщение тоже, приложение свое. Заходим в звонилку, мы заходим в настройки, автозапись вызовов. И все, смартфон записывает все записи. Это настолько классная функция. Для сравнения. Вот у меня смартфон от компании Oppo, своя звонилка, тоже умеет записывать. У Xiaomi уже давно такого нет, потому что здесь, видите, у нас он ставит гугловскую звонилку. Такой функции нет. Xiaomi этой функции лишены. Что еще, например, смогли сделать в Infinix? Когда мы тянем с левого экрана, ничего не происходит. Здесь вот эта вот функция, Oppo, мне так раздражает. Вы не представляете, это я уже выключил Google Ассистент, но от него невозможно избавиться. Он всегда будет. Это настолько ужасно, что я не могу выключить. Вот здесь я полностью выключил его. Но вот он всегда, вот при таком жести и при таком жести, они выходят. А вот такие случайные касания при использовании телефона бывают часто. У Infinix этого нет. Ассистент включить в любом месте можно. Google навязывает этот ассистент просто везде. А вдруг я такой человек, который не хочу им пользоваться. Infinix дает мне такую возможность. В целом Infinix получился добротным смартфоном. У него хорошая батарейка 5000 мАч. Да, слабенький чип, но все остальные параметры довольно неплохие. И в обычной жизни смартфон работает хорошо. То есть он не зависает, не лагает. А за эти деньги конкуренты дают нам куда меньше памяти. Infinix это не тот телефон, который мы заказали с Алиэкспресса два месяца ждем. Нет, это тот телефон, который мы покупаем здесь в России. И мы получаем на него гарантию какое-то обслуживание. Смартфон распространенный. Опять-таки с покупкой чехла с Marketplace вообще проблем не было. Купили, сразу чехол пришел. Это не такой редкий смартфон, чтобы на него были редкие аксессуары. Поэтому смартфон в целом добротный, за эти деньги на самом деле это отличное предложение на рынке. И если вы пойдете на какую-то скидку и купите смартфон меньше, чем он стоит официальных денег, скажем меньше чем 9000 рублей, то это будет вообще покупка в века. Потому что несмотря при своей бюджетности смартфон оказался довольно-таки добротным. Напишите, что вы думаете про бренд Инфиникс. Возможно какие смартфоны были у вас в использовании. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.